Брюс Карбери тем временем направлялся на собеседование, от которого во многом зависело его будущее. Он тревожился, что будет волноваться, лихорадочно обдумывать, что и как сказать, о густейшей особе, которая согласилась принять его и рассмотреть его кандидатуру на вакантное место в возглавляемом ею очень крупном концерне. Но пока он шагал по улице навстречу, мысли его, как ни странно, были далеко. Брюс думал об испытаниях, что предстоят Дану Баррону. Бедный Дан, такой отличный парень, подумать только, какое горе он пережил. А его отец, благородный человек во всех отношениях, и его жизнь была мрачена. Брюс считал, что это довольно сурово давать сыну неслыханное поручение, ехать к матери после стольких лет разлуки и при таких обстоятельствах. Нелегкое испытание. Может быть, он чего-то не понимал? Но, судя по рассказу Дана, не мог взять толк, в чем же состоит его сыновний долг перед женщиной, бросившей его еще в младенчестве. Да еще это сестра. Брюс считал, что Дану следовало бы держаться подальше от обеих и постараться вовсе забыть об их существовании. Что хорошего может из этого получиться? Может, отец дал сыну такое задание, чтобы как-то оправдать себя в его глазах? В общем, тут крылась какая-то загадка. Но Брюс решил, что сегодня же вечером попытается добраться до истины. Он не знал, собирался ли Дан ехать к ним уже сегодня. Может, для начала он наведет справки, разузнает, где они живут. Тогда вечером, если Дан согласится все рассказать, Брюс постарается отговорить его от этой затеи. Но какой смысл с ними знакомиться, если они окажутся бездушными эгоистками? Похоже, все так и есть. Дан и его сестра с современными взглядами. Да она может его только опозорить. Нет, Дану лучше вообще с ними не связываться. Конечно, будет нелегко убедить Дана, ведь он так чтит и уважает покойного отца, что готов исполнить любую его просьбу. Но можно попробовать сказать, например, так. Его отец теперь, когда он на небесах, не стал бы обременять сына подобным поручением. Наверное, это было просто проявление слабости старого больного человека, предсмертное желание и страдавшегося сердца. Так что, подходя к офису, Брюс Карбери уже не сомневался в том, что небеса послали его оберегать Дана и спасти друга от крайне сомнительного общества его семейства. Открывая тяжелую бронзовую дверь здания, с которым он связывал столько надежд, Брюс вдруг подумал о сестре Дана. Она должна быть моложе его и, разумеется, отчаянная современная девчонка, модница из модниц. Стыд и позор для такого человека, как Дан. Нет, нет, тысячу раз нет. Еще не поздно все исправить. У этой сестрицы наверняка все повадки светских львиц. Она курит, пьет, танцует до утра в ночных клубах. Да она всю кровь выпьет из такой наивной возвышенной натуры, как Дан. Нет, он выручит Дана из всех бед и несчастий, которые ему сулит знакомство с родственниками. Продолжение этого рассказа будет на канале «Любимый рассказ». Переходите и подписывайтесь на наш новый канал.